Всем привет, с вами Алексей, 26 июня 2021, Харьков, Украина. Сегодня расскажу вкратце, что такое горизонтальные отводки, как можно очень быстро и легко размножить ваши растения, в том числе фундук. Значит, вот пригнутые отводки уже, я надеюсь, вам хорошо видно, да, присыпаны соломкой. Как это все происходило? Пригибается ветка сначала, под пригибается, не полностью. Потом, после угрозы возвратных заморозков, перед этим она еще подрезается, кончик ее срезается. Это можно делать не только с фундуком, а и с другими растениями, там смородина, малина, все, что в принципе угодно, все, что размножается горизонтальными отводками. Потом это все под пригнутое, когда уже миновала угроза заморозков, мы присыпаем землей. И дальше я еще сверху присыпаю соломой, для того, чтобы там держалась влага, хороший микроклимат, так сказать, так называемый. И дает растения корни. И потом уже осенью эти отводки будут выкапываться. Это сорт трапезунт. Вот растет штамп. Он хорошо развивается, прекрасно. Сейчас покажу, какие результаты он дает. Вот орешки, если вам видно будущее. Надеюсь, видна урожайность, видна крупность этого ореха. Значит, смотрите, по трапезунду каждый год этот орех, фундук радует меня урожаями. Участки у меня здесь, возле дома и так далее, они полузакрытые. То есть у соседей в основном идет сетка, да, то есть нет полностью закрытых участков. Закрытый участок это когда есть, допустим, забор какой-то, да, здесь заборов никаких нет. Соответственно, мы считаем этот участок полузакрытый. У меня высотка здесь более-менее. Что, ну, есть нарекания по поводу трапезунда. Какие ошибки и что происходит? Ну, в поле, допустим, это другое дело. К примеру, участок открытый или в низине, если водоем еще рядом, это совсем другое дело. То есть действительно возможны подмерзания, действительно возможны, скажем так, вплоть до смерти этого растения. Но, если у вас участок закрытый или полузакрытый, вы за растением первые 2-3 года очень бережно поухаживаете, вы получите прекрасные результаты. По размеру с этим фундуком, ну, ничто пока еще, ну, ну, как, сравниться есть с чем. На самом деле это один из самых крупных круглых орехов. Вкус мне нравится. Если вопрос идет о вкусе, в принципе, вообще невкусного фундука встретить редко, это в сыром виде. Если вы его поджарите на второй скорости, как я делаю в микроволновке, 1-2 минуты, главное не переборщить, вы получите просто потрясающий результат. Это жирность высокая, то есть все показатели. Это промышленный сорт, на самом деле, очень хороший промышленный сорт. Но в то же время вы можете спокойно его использовать и в своих целях абсолютно нормально. И для себя удивить друзей, родственников этим громадным орехом, который у вас вырастет, если вы приложите определенные усилия. Ну, я думаю, по сорту трапезунт мы уже немножко разобрались. Каждый год он дает мне хорошие результаты. Каждый год я с орехом, ореха много, и орех очень крупный. Это в Харьковской области, здесь далеко не приятные условия. Есть все, как положено, и заморозки, и зимы. Минус 22 было в этом году, все как положено. И тем не менее, на полузакрытых, еще раз повторю, участках он чувствует себя прекрасно. Также вот пригибался сорт Боровской. Многих он тоже интересует. Его плюс это неприхотливость. То есть, этот сорт можно высадить и не переживать по поводу морозоустойчивости, засухоустойчивости. В этот год был тяжелый, пыления почти не было. И тем не менее, пыление произошло. И вот его результаты. Вот молодой штамбик выведен, и мы видим будущие орешки. Вот они есть. Их немало, даже на молодом штамбе. Давайте посмотрим, сколько на старой ветке, которая, по идее, уже должна удаляться. Я специально не удаляю в виде эксперимента. И, как видим, вот будущий урожай. Орех среднекрупный, орех вкусный. Я даже готов рекомендовать этот орех для высадки на небольшие участки. В районе там 20-30 соток. Это мои основные клиенты на сегодняшний день, скажем так. Вот видите, орех есть. Старая ветка, но орех есть. Я думал, его вообще не будет, так как особое цветение, пыление особо не было. Но тем не менее, орех есть. Вот видите, вот это все. И где бы я ни поднимал, на старой ветке, есть орешки. Вот так вот. Сорт Боровской. Поэтому, ребят, если у вас есть 20-30 соток, какие-то небольшие участки, значит, Боровской можно высаживать на любых участках. Даже на низинах он выдержит. Это наш украинский сорт нашей селекции. Он выдержит, в принципе, все морозоустойчивый, засухоустойчивый. При жаре лист скрючивается. У меня сейчас минус 34 каждый день. И тем не менее, развитие потрясающее. Не поливается пока еще. Влага есть в земле. Сейчас отводки присыпятся соломой. И куст вместе с отводками будет поливаться. Также на этом участке находится Лазовской шаровидный. Отводки пригнуты. Все хорошо развивается. То же самое. Давайте посмотрим, что этот сорт дает в тяжелый год, когда практически не было опыления. Просто идем, смотрим с вами, сколько орешков. Это вопрос об урожайности. Поэтому сорт должен быть урожайный. И подходить к вашему региону. И должен очень нравиться вам. И надеюсь, он тогда сильно очень понравится тем людям, перекупщикам, которым вы, скорее всего, со временем принесете этот орешек на продажу. Скажем так. Результаты прекрасные. Все хорошо. Все, что хотел сказать по этому поводу, все сказал. По отводкам, я думаю, понятно. Вот так должны были быть выглядеть отводки, как я вам показал. То есть, подрезаете сначала. Под пригибаете. После угрозы весенних заморозков, уже после угрозы, вы его ждете еще определенное время, когда он станет немножко такой сероватый. То есть, не надо спешить на самом деле. Потом конкретно уже пригибаете. И земелькой засыпаете. Если есть возможность, еще соломкой сверху. И поливаете. Все. И вы получите хорошо развитую корневую систему. Легко можно размножить любые растения, в том числе и фундук. Кому понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Подпишитесь с колоколом обязательно. Напишите вопросы, если остались в комментариях. И всем огромный привет из Харькова. Всем спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok